МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А получать среднее образование таких ребят отправляют в Василевическую школу-интернат для детей с нарушениями зрения. Но Егору повезло. В 32-й Гомерской школе работает единственный в городе тифлопедагог, который обучает незрячих в неспециализированном учреждении образования. Ему нравится, он общается с детьми класса, участвует в различных внутришкольных мероприятиях. Развивается как полноценные нормальные дети. Знания Егор хватает жадно. Ему хочется знать об этом мире как можно больше. Скажи, что самое сложное в твоей учебе? В тетради писать. А что самое интересное на уроках? Самое интересное... Мне все интересно. Оксана, мама Егора, говорит, что не представляет, что бы делала без Ольги Николаевны. Отправлять 7-летнего Егора за сотню километров Василевича было жалко. Егору очень нравится эта школа. Ему нравится Ольга Николаевна, учитель. Она хороший специалист. Если бы не было этой школы, то нам бы, конечно, было сложнее, потому что Василевича – это тоже ребенку переживание, психику. И мы как бы не готовы к этому. Вот хорошо, что нам посоветовали 32-ю школу. Во Франции живут друзья семьи Сыропаровых. Они готовы помочь оплатить для Егора еще одну операцию на глазах. Но пока планам не дают осуществиться сложности с выездом за границу из-за коронавируса. А сейчас заглянем в колледж искусств имени Соколовского. Здесь учится Георгий Бритько. Мы познакомились с ним два года назад, когда парень только-только приехал из Мозыря в Гомель, чтобы учиться музыке. И это был настоящий подвиг для него. Все дело в том, что Георгий незрячий. Он здесь один такой, один, но не одинок. Давайте узнаем, как у него дела сейчас. Слепота не мешает Георгию быть смелым, целеустремленным и очень глубоким человеком. Кстати, хотя бы то, что парень всего в 16 лет рискнул уехать из родного Мозыря. Зараз моя задача – протриматься третий курс, а четвертый уже, в принципе, мне дастся легко. А что сложного в этом году? Додается, по-перше, ансамбль, який дает свои складанности. Плюс до всего в этом же году додается педагогичная практика, я так само потребую своей уваги, своей праце, особной звучни. У Сергея Соловьева, преподавателя колледжа искусств, такого опыта учить незрячих музыки не было. Да и в практике всего колледжа – это лишь второй подобный случай. Но педагог взялся. Сначала было трудно, приходилось связываться с другими учебными учреждениями. Очень помог Российский Центр науки и культуры в Гомеле. Теперь Георгий постигает знания почти как все. Он у нас всегда сдает в сроки наравне со всеми. Он у нас сдает по требованиям. Понятно, что требования предъявляются индивидуально каждому ученику в зависимости от его возможностей и тому подобное. Конечно, у него, допустим, программа не такая, как играют дети более сильные. Но для него даже поднять эту программу – это подвиг. Потому что для него любое произведение – это тот учащийся, которому не дашь ноты и скажешь, иди разбирай. То есть с ним нужно это все высидеть, объяснить, научить, показать. В 32-й школе и колледже искусств имени Соколовского детей, требующих особого подхода, – единицы. В Гомельском областном центре коррекционно развивающего обучения реабилитаций – все такие. ДЦП, в том числе отягощенное проблемами со зрением аутизм, тяжелая интеллектуальная недостаточность, под образовательной и воспитательной опекой учреждения – свыше 110 детей. Более половины – с тяжелыми аутистическими нарушениями. Раньше многим приходилось обучаться на дому. Благодаря центру родители могут работать, а дети – учиться. Плюс для каждого ребенка, что он находится, конечно, в социуме, что он идет в наше учреждение, у нас, как я всегда говорю, учреждение образования, как для всех других детей. Он идет как в детский сад, он идет как в школу, есть у нас линейки, есть выпускные. Дети живут полноценной жизнью. Они в коллективе, с ними работают специалисты, которые имеют свои компетенции профессионально сформированные в отношении работы с этими конкретной категорией детей. Поэтому и родители получают возможность работать. Дети у нас в течение всего рабочего дня, вот у нас 7.30 родителей привозят, имеют возможность, либо сами, либо у нас подвоз организован. И до 6 наш центр работает. Это и группа продленного дня, и у нас есть медицинская реабилитация в центре, в полном объеме она представлена. Есть у нас и компьютерный класс, как таковой, и комната социально-бытовой адаптации. И у нас работают педагоги дополнительного образования на базе нашего центра. Поэтому все, что касается развития, обучения, воспитания детей, в полном объеме здесь реализуется. Марина Северьянова, Игорь Морищенко, Андрей Иванов. Новости недели.